Актриса театра ОПСКОГОРСКИХ Народов Солнце Я, конечно же, с радостью согласилась, потому что такая большая честь представлять наш народ в таком календаре, где, так скажем, собраны все финно-угорские представители музыкального мира Давайте мы покажем, наверное, как он выглядит, да, потом, конечно же, еще и детально разберем Модный, надо сказать, такой чувствуется, что музыканты Вера, ты какой месяц представляешь? Я представляю месяц апреля Как это решалось? Кто за какой месяц отвечает? Что это связано? Вы знаете, сказать не могу, никаких предпочтений я не отправляла Это так решили организаторы, да? Да, да, ну я очень рада, мне понравился месяц апреля, у нас и перед дома всегда будет апрель на календаре висеть Вот это, кстати, Вера, да Вера, скажи, а ты всех этих ребят знаешь? Половину Половину лично знакомых? Да Сколько там всего стран, если в общем целом? Там есть еще и Ямал, но это тоже Россия Какие еще страны представлены? Здесь есть Финляндия, представлены Норвегия Вот это как раз таки Это Юль, да? Нет, это было 9 месяцев Да, да, это Карелия, если не ошибаюсь Да, это наша Ну быстро, мы не успеваем В этом календаре представлены народности из финно-угорского мира То есть музыканты финно-угорского мира Да, но большая часть финно-угорских народностей проживают в России Да, и панки есть И рокеры, и панки Но вообще календарь очень стильный и помимо этого еще и функциональный Вы сказали, что на каждой странице есть QR-код, как сейчас, да? Это модно Это модно И информативно По которому можно пройти и познакомиться с музыкой данного исполнителя или группы Ага И, конечно же, краткая информация о музыкантах на трех языках Это английский, эстонский и русский Какие молодцы И к тому же памятные даты также отмечены на календаре Это какие-то исторические памятные даты? Есть расшифровка Памятные даты, опять-таки же Или это праздники какие-то народы? А, праздники народов Да, какие дни отмечаются Вот смотрите, 6 января, к примеру, День Трех Королей Ну, прекрасно Мне кажется, отлично Осталось узнать, кто эти короли В следующем году будем праздновать Вера, скажи, пожалуйста, с календарем все понятно Мы тебя еще раз поздравляем и гордимся очень тобой Скажи, пожалуйста, сколько концертов ты дала за время карантира И каждый раз ли это были новые программы? Ну, тут, знаете, можно так на две группы разделить Свои сольные концерты и участие в сборных концертах Это когда музыканты, находясь в разных точках, вместе играют? Нет, 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 это запись концерта Ну, также она осуществлялась, так скажем, в разных потоках И не всегда я виделась с этими музыкантами, которых потом я видела по телевизору И, ну, примерно 4 сольных концерта у меня состоялось за период... Вот, получается, с апреля по... Да, 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 да И больше 10 концертов в сборном составе Примерно так Зритель, как вот твой отнес, у тебя же много очень поклонников Ну, есть концерты, информация совершенно, да Да, но есть концерты, которые больше 100 тысяч просмотров в соцсетях Да Какие-то нереальные цифры Практически все концерты сольные, они носят благотворительный характер Поэтому, конечно же, люди подключаются, люди смотрят, передают дальше информацию То есть благотворительные, то есть какие-то средства от этих показов Да Идут на какие-то благотворительные цели, на помощь кому-либо? В своих концертах я озвучиваю информацию о тех детях, которым нужна помощь И призываю наших людей также сделать доброе дело и помочь маленьким деткам Ну, и обратная связь, соответственно, тоже есть Вы понимаете, что люди слушают, люди все-таки как-то Да Каково было начать выступать без аплодисментов? Очень сложно, потому что, во-первых, это непривычно, когда ты не видишь зрителя Когда ты не ощущаешь в этой обратной связи Конечно, такая, знаете, была ломка Но со временем ко всему человек адаптируется, привыкает И, наверное, помогло перестроиться то, что, когда ты смотришь отзывы, читаешь Когда ты видишь, что люди смотрят, да, там ставят лайки И ты понимаешь, что да, этот отзыв есть И тогда ты ловишь эту волну, и все классно Как, кстати, поддерживаете ли ты сейчас отношения вот в этих условиях с коллективом своим Игдрасиль? Мы созваниваемся, переписываемся, конечно же, строим планы на будущее Мы должны были летом записывать альбом, который перенесли на январь этого года Который перенесли теперь на лето этого года Я надеюсь, что все-таки все сложно Это должно было состояться летом Я надеюсь, что это будет завершающий перенос, и вы обязательно запишите Где можно найти календарь? Календарь можно купить в Эстонии Вот, хорошо Есть повод Осталось купить туда билеты Да Ну, а, конечно же, в интернет-пространстве есть этот календарь Можно посмотреть Можно посмотреть, да, и каждый месяц И не забывайте, этих музыкантов можно послушать Да Вера, большое спасибо Спасибо Желаем творческих успехов Будь здорова, счастлива и до новых встреч Спасибо, рада вас видеть сегодня, Вера Хорошего дня, Вера Спасибо Спасибо